Ложь Никола, бархатный мытарь и его успешный бизнес. Когда Никол Пашинян работал еще и аэроппозиционным клиентом власти, он критиковал последние, заявляя, что становление членов семей, родственников, чиновников успешными бизнесменами неприемлемо. Он ставил под вопрос процветания бизнесов лиц, связанных с властью, поскольку считал, что они пользуются покровительством чиновников и тем самым обогащаются. В дни бархатной революции 2018 Никол заявлял, что нужно отделить бизнес от политики, что в кадровых вопросах не должен действовать принцип «сват знакомый родственник», что власти не должны регистрировать свои бизнесы на имена родственников и злоупотреблять своим служебным положением для скрытого продвижения собственных интересов. Никол Пашинян, как всегда, врал. Оказавшись в кресле премьеры, в кадровых вопросах он практически всегда руководствовался принципом «сват знакомый родственник», а назначенные им кадры используют служебное положение для продвижения собственных интересов и становления успешными бизнесменами. Иными словами, Николовский и Майшаговцы обогащаются ускоренными темпами. Естественно, под аккомпанемент демагогичных заявлений. Если посмотреть, что имели бархатные парни и девчата на момент прихода к власти и что имеют сейчас, то все встанет на свои места. Не имевшие в пролом даже хомячка и заполнявшие скромные декларации и сейчас стали богачами. Попекян Сурен, Шурин Никола, Ален Симонян, Тигран Авинян, этот ряд можно продолжить. Попекян занят асфальтным бизнесом. Успешным предпринимателем в той же сфере стал брат Алена Симоняна, возглавляемая которым организация многократно выигрывала государственные тендеры на асфальтирование. Тигран Авинян стал бархатным олигархом. Суперолигархом стал Хачатур Сукиосян, Грзо. Кстати, назначенный главой комитета по газдоходам Рустам Бадасян тоже сопричастен к принципу сват знакомый родственник, и подобно герою известного фильма, путает государственную шесть с личной. Этот ушлый тихони в имидже поймальчика, бархатный мытарь Бадасян тоже недалек от схем со злоупотреблением служебным положением. По части Р, Бадасян амусируется два типа информации. От различных слоев бизнеса поступают жалобы, что он по собственному усмотрению подвергает предпринимателей террору, проявляет к ним произвольные отношения и подходит ко всем с позицией презумпции преступника. Есть также сведения о том, что имеющим проблемы с комитетом по газдоходам бизнесменам подсказывают, что у них все будет в порядке, если они будут пользоваться услугами ООО «Тэрлофиорм». Данная фирма — юридическая организация, которой по счастливой случайности руководит супруга Рустама Бадасяна, Татевик Саркисян. Та самая Татевик Саркисян, которую в рамках Николовского лозунга не будет принципа сват знакомый родственник после революции пристроили в аппарате бывшего вице-спикера НС Лены Назарян. После работы в государственной системе в течение нескольких месяцев в 2019-м на имя жены Рустама Бадасяна было зарегистрировано ООО «Тэрлофиорм», которое сразу же начало процветать. Обратите внимание, фирма на имя жены Рустама была зарегистрирована в период его бытности чиновником. Данная же организация несовместима с занимаемой сейчас Бадасяном должностью в плане столкновения интересов и личной заинтересованности. Теперь, если какой-то бизнесмен будет иметь жалобу на КЭГ и станет пользоваться услугами возглавляемой женой Бадасяна компании, то какие процессы можно будет ожидать? Можем ли мы высказать разумные подозрения, что Бадасян может проявить к тому или иному бизнесмену определенное отношение, если выяснится, что они клиенты ООО «Тэрлофиорм»? Конечно можем. А если Бадасян станет оправдываться, мол, моя жена занята бизнесом, какое я к этому имею отношение, то здесь можно будет озвучить излюбленный Николовцами вопрос, а почему при Серже не открывали юридической фирмы? Ведь тогда было немало юридических компаний, а Рустам был юристом и мог заниматься этим до 2018. Ответ очевиден. Николовские пропагандистские СМИ и фейки сейчас распространяют, мол, хотя Никол и анационален, но зато он борется с коррупцией. Ложь? Он и анационален, и коррумпирован. Вот такая вот революция лжи и фальши произошла в 2018. Было использовано справедливое недовольство людей и украдены их эмоции, и сейчас проматывается все, что попадается под руки.